Многие слышали про такой вид спорта, как регби, и даже имеют представление о том, как в него играть. Регби – контактная игра с овальным мячом на большом поле. Однако существует и бесконтактный вариант игры, который подходит как для взрослых, так и для детей. О нем и расскажут наши корреспонденты. Тег регби – бесконтактный вид спорта, придуманный для детей и подростков. Для того, чтобы победить, надо занести мяч за линию противника. Но для того, чтобы остановить соперника, достаточно просто оторвать ленту, которая располагается у него на поясе. В районном соревновании по тег регби лицом к лицу столкнулись четыре команды – две из Северского района и две из Славенского. Ребята только начали заниматься этим видом спорта, но за это время успели его полюбить и играть на достойном уровне. Хотя, как считает один из участников юношеской сборной «Юность» хутора Семисводного – Евгений Богославский, совершенству нет предела. Мальчик хочет играть профессионально. Для этого Женя посвящает тренировкам большую часть своего времени. Мне нравятся просто силовые игры, и поэтому я выбрала регби. Самое легко мне дается – это забить гол. Ну а самое трудное – передавать пасы в трудные, когда срывают ленточку. Трудно передать пасы. Тег регби – отличный вид спорта для настоящего мужчины, уверен Евгений Богославский. А научиться грамотно разрабатывать тактику, сформировать логику и выносливость – ребятам помогают их тренеры. Елена Азбукина – мастер спорта по регби и первый учитель юных регбистов. Турнир посвящен компании «Антинарка», то есть мы против наркотиков, мы за спорт. Турнир мы проводим первый раз. Турнир проводится не по классическому регби, а по тег регби. Это регби бесконтактное, регби для детей, которые только начинают. То есть вместо захватов мы играем с такими ленточками, которые нужно просто оторвать. Все участники соревнований уверены – тег регби – игра для сильных не только телом, но и духом. Регби – это силовое, можно играть в регби, пас давать, это трудно всё. Мне нравится регби, потому что там мы играем всегда командой, друг на друга полагаемся. По итогам игры лидерами стали ребята из команды «Юность». Хоть они и заняли первое место, юные регбисты считают, что в этой игре победа не главное. Главное – желание заниматься любимым видом спорта. Надежда Неткочева, Александр Косицын, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова